Итак, друзья, у нас сегодня 16-я Томуза, это день преддверия траурного дня 17-го Томуза, дня разрушения Иерусалима. Этот день пал Иерусалим, этот день была разбита стена Иерусалима. И это, конечно, бесконечно сложное, тяжелое событие, потому что он повторяется с годом в год. Но если и можно сказать что-то об этом событии, то в книге Эйха пишет пророк Иеремия и говорит «Коль род фейха, если гуга бенами царим». Все преследующие ее, в данном случае имеется в виду очевидный еврейский народ, «Достигнут ее, доберутся до нее меж теснин». Понятие «меж теснин» говорится в еврейской традиции, это с 17-го Томуза, когда пала стена Иерусалима, до 9-го Ава, когда, собственно, три недели спустя был разрушен Иерусалимский храм. И потому в это время мы преуменьшаем радость, особенно начиная с 1-го Ава мы преуменьшаем радость, но одновременно с этим есть и удивительно прямо противоположное мнение, как всегда бывает. Некоторые мудрецы комментируют и говорят, что пророк Иеремия в своей книге «Плач Иеремия» «Плач Иеремия» сокрыл также и великую тайну, потому что она, «ха», условно говоря, да, мы говорим «галилука», она – это божественное присутствие. И еврей в жизни своей стремится приблизиться к Творцу, приблизиться к совершенству. И вот говорится, что все преследующие ее, шхину, божественное присутствие, им удастся достичь цели межтеснин, начиная с сегодняшнего вечера, три недели до дня разрушения Иерусалимского храма. И когда мы спрашиваем, неужели это два разных подхода, с одной стороны, это время такое печальное, а с другой стороны, в это время как раз удается достичь чего-то, чего не удавалось достичь раньше. Очевидно, что это две стороны одной и той же медали. Иногда я помню у нас, например, в школе в Синае, когда ребята вдруг делали какой-то доклад по еврейской истории, вспоминали о Холокосте, говорили о своих семьях, которые постоянно дали во время Холокоста, в общем, это казалось бы печальная часть еврейской истории. И вдруг что-то пробуждалось. Когда ребята вдруг начинали сопереживать тому, что было, сопереживать еврейской истории и переживать разрушения, переживать страдания, переживать Холокосты, погромы, то вдруг что-то пробуждалось. И мудрецы говорят, что тот, кто начинает ощущать страдания еврейского народа как свои страдания, начинает ощущать свой принадлежность своему народу. И тогда, когда придет еврейский праздник, это будет не их праздник, а это будет мой праздник. Но в каком-то смысле, наверное, легче ощущать все-таки чью-то боль как свою, чем может быть чью-то радость и успех, ибо там может быть примесь зависти. Он сумел, а я нет. Но если мы сострадаем человеку, то мы также можем и радоваться вместе с ним. И поэтому тридцы говорят, что возможно поэтому какое-то приобщение к еврейству, к еврейской истории, оно вот как раз начинается с этого момента, то есть как бы с падения. Можно также сказать, что если мы хотим с вами Иерусалим отстроить, храм отстроить, то, наверное, как раз тогда, когда мы обсуждаем эти уроки, эти уроки разрушения, то потому и как храм был разрушен или Иерусалим был разрушен, эти уроки как раз и преподносят нам некую мудрость, некой опыт, как все-таки нам это в дальнейшем все строить. И тут потому, друзья, я хочу привести, может быть, не совсем обычный вопрос, неожиданный вопрос. Я как бы задал вопрос, мы говорим в преддверии 17 тому за разрушение Иерусалимской стены, падение Иерусалима, но вопрос, который я хочу задать, он общий, абстрактный. Как вы думаете, что важнее, научиться не падать или научиться вставать после падения? Что важнее? Когда я задаю этот вопрос, я хочу напомнить, что когда я со своим учеником Алексом Импольским разговаривал о сайбер-секьюрити, безопасности в интернете, и он, который занимается этим вопросом и, собственно, получил PHD Ельского университета как раз в этой области, он говорит, что изучая какие-то идеи американского генерала военного, который высказывает концепции, которые верны как в поле боя, на поле боя, также в области, например, безопасности, не только военной, а безопасности электронной на, так сказать, пространстве интернета, очевидно, что те же самые принципы, они присутствуют и в жизни, потому что как на земле, так и на небесах. Поэтому если мы видим какие-то явления на земле, то это потому, что происходит некое отражение общей концепции небес. И вы, если помните, я говорил об этом, что концепция этого генерала заключалась в том, что есть два типа силы. Есть сила, которая называется robust, а другая называется resilience. То есть один человек может быть твердым, а другой может быть не столько даже гибким, сколько, наверное, resilient, это означает последовательным, да? То есть он последователен в том, что он не сдается. Он падает, но он поднимается. Приводит этот генерал два примера. Я говорю, если возьмете, например, пирамиды Хеопса или эти египетские пирамиды, да, то они твердые, они простояли тысячи лет. Но если кто-то эти пирамиды возьмет и сбросит на них бомбу, то вы знаете, что произойдет? Эти пирамиды будут разрушены и превращаться в развалины. Твердые превращаться в развалины. Бывают праведники, которые кажутся твердыми, несгибаемыми, такими праведными, праведными, праведными. Но иногда они вдруг разбиваются и рассыпаются на мелкие кусочки, и как будто их и не было. А бывают люди, которые переживают неудачи, подобно тому, как, например, военный приводил пример рифа, коралловых рифов, которые растут, и там тоже какие-то каменные образования. Эти коралловые рилы, рифы, они, в общем, такие не особенные, твердые. Но если даже в них попадет бомба, и какая-то часть кораллового рифа будет разрушена, кораллы будут продолжать расти и в том направлении, в котором они хотят. Они будут восстанавливаться, они будут регенерироваться. Так же и в жизни бывают люди, которые не кажутся такими brilliant students, они такие самые лучшие, самые умные, самые сильные, самые праведные. Но в них что-то есть, что когда они выбирают направление жизни, они оказываются как бы преданными себе, этому своему направлению, какие бы ни были неудачи, какие бы ни были падения, они падают и встают, они падают и встают, и продолжают двигаться. И об этом проходит какое-то время, вы смотрите, тот многообещающий ученик, который оказался самый-самый-самый, он прямо аж поднялся на самую вершину, он с этой своей вершины упал и разбился, и его нет. А другой, который карабкался, карабкался и карабкался, он продолжает карабкаться. И через какое-то время оказывается до такой вершины, о которой тот идеальный, твердый, праведный ученик, он даже никогда вообще не мог бы думать, что он когда-то этого достигнет. Поэтому по большому счету, между этими двумя силами, сила просто твердости и несгибаемости, она сила относительная. А есть сила другая. Это сила преданности движению, процессу и постепенному улучшению, постоянной регенерации, постоянному движению вперед в одном направлении, преодолевая падения и неудачи, и на каждом из них строен новый трамплин. В этом смысле мы помним слова царя Соломона, мудрейший из людей, который сказал «Шева еполь цадик векам». Семикратно упадет праведник и встанет. Мы помним это, мы помним эти слова, потому что мы их повторяли, и они сейчас очень актуальны. Семь раз упадет праведник. Мы не имеем в виду, что только семь раз. Почему семь? Да потому что слово «Шева» на иврите символизирует семь дней творения всего мира, всей природы. Потому что слово «тева», созвучное слово «шева», означает, что это природа праведника. Падать и подниматься. Падать и подниматься. Я слышал от Ромой Шишапира, благословенной памяти великого праведника, который говорил, что мало того, что это природа праведника, падать и подниматься не имеется в виду лишь, что он преодолевает какие-то внешние препятствия, какие-то трудности, бедствия, какие-то там недостаток чего-то, страдания. Нет, имеется в виду и другое. Праведник может упасть, он может согрешить, он может сделать неправильный поступок, он может просто упасть духовно. И в этом заключается весь смысл слов царя Соломона. Давайте подумаем и вместе с вами не только удивимся, а даже мы с вами, которые эти слова повторяли столько много раз. Давайте удивимся. В чем гениальность и мудрость царя Соломона? В том, что он сказал «Шева еполь цадик в икан, семикратно упадет праведник, и встанет». Почему он встает? В чем секрет его резилиенс? В чем секрет его преданности движению, ради которого он поднимается, преодолевает проблемы и встает? Он говорит, потому что даже упав, он остался праведником. «Семикратно, семь раз упадет праведник, даже в падении он остался праведником». Не само падение страшно, как впечатление, которое оказывает это падение на человека. Если человек упал, он может встать. Если он потерпел неудачу, он может подняться и добиться успеха. Но если он упал и решил, «Я павший», если он пережил неудачу и пришел к выводу «Я неудачник», то он создал образ самого себя, «Я павший неудачник», или если он совершил грех, то он решил, что он грешник и негодяй, в том-то секрет праведника и заключается, что даже упав, он остался праведником. Что это значит? Это значит, что он не решил в сердце своем, «Я грешник, я неудачник, я негодяй». Он сказал, «Я и душа моя стремится к добру, он не сказал, я плохой». Он знает себя, он понимает и знает стремление сердца своего. Но я не смог, я не удержался. Мое ецаргора, у меня, как сказать, мое дурное начало, все что угодно. Я испытания не выдержал, но даже в падении он не перестал быть праведником, который мечтает, который стремится подняться. И вот это и есть сила резилинс, сила подняться. Я помню, когда я говорил с таким Юрием Табах, Табахом, может быть, знает такого человека, так сказать, отважного капитана военно-морских сил США, приехавшего ребенком сюда из Советского Союза. Я у него как-то, делая интервью, спросил, что означает быть морским пехотинцем, что означает быть воином. Он говорит, воин – это тот, который, может быть, в бою упал. Ему, может быть, наступили на глотку или ему наступили на грудь, но он продолжает бороться. Он никогда не сдается. Поэтому, что такое праведник? Праведник – это выбор. Может быть, кто-то сказал бы, один родился праведником, другой родился негодяем, один родился оптимистом, ему, естественно, верит, другой – пессимист, он Фома неверующий. Это все генетика. Может быть, действительно, у кого-то кто-то более предрасположен к чему-то, возможно. Но, в конце концов, какие бы ни были у человека гены, какие у него ни были бы предрасположенности, это, в конце концов, мужественный выбор человека быть воином. И, сделав выбор своей жизни, не сдаваться, а бороться. И после каждого падения подниматься. А для того, чтобы подняться после падения, нужно не сдаваться даже в момент падения. И потому, что это за сила такая не сдаваться в момент падения? Я открываю сейчас слова, которые произнес Белам негодяй, мы так его называем, Беламараша, Белам негодяй. Он хотел еврейский народ проклясть, но Всевышний перевернул его проклятие в благословение. И вот царь Балак просит его произнести слова проклятия. И говорит, иди сюда, может быть, ты не смог раньше сказать, и тут вместо слов проклятия ты сказал, как прекрасны шатры твои Яков и жилища твои Израиль. Я сказал тебе проклясть этот народ, а ты благословил его. Что ж ты сделал? Иди сюда, давай посмотри, вот с этой стороны, посмотри, вот здесь, отсюда. Может быть, здесь ты увидишь. И вот, говорит, отвечает ему пророк, так сказать, народов мира, так его называемый экстрасанс Белам. Он говорит, очень важные слова. Я хочу намекнуть на то, что в этих словах бесконечная мудрость, и я не знаю, смогу ли я адекватно сейчас ее раскрыть. Поэтому я хочу сразу сказать, я не смогу ее раскрыть, я смогу только намекнуть на то, что там сокрыто. И мне кажется, что то, что там сокрыто, там сокрыто тайна, как отстроить разрушенный Иерусалим и разрушенный храм и разрушенную душу человека. Потому что, что говорит здесь Белам? Он говорит, он говорит, очевидно, о Всевышнем, потому что ведь смотрит Белам для того, чтобы увидеть недостатки народа Израиля. и увидев что-то, что достойно проклятия, поднять, как бы к небесам, воздать мольбу прокурора и сказать, посмотри, что происходит с этим народом, смотри, что они делают, эти плохие евреи, накажи их. И вот потому всматривается Белам в этих плохих евреев с той стороны, которую поставил их царь Балак, для того, чтобы увидеть в них недостатки. Почему так это важно? Потому что, как часто мы смотрим на других людей и осуждаем их, и судим их, и замечаем недостатки, и говорим о их недостатках, и говорим засловия, даже если это правда, это все равно остается засловием. И вот здесь посмотрел Белам, и вместо того, чтобы проклясть, он произносит следующие слова и говорит, не увидел, имея в виду Всевышний, Всевышний не увидел несовершенства, недостатка, в Якове, не увидел греха в Якове, если хотите, так мы можем сказать. Всевышний не видел греха в Якове, и он не увидел даже как бы несовершенства в Израиле. Не видит он! Потому что Всевышний, Бог их, Бог народа этого, с ними, с этим народом, и Труа смелах бо, что такое Труа? Мы бы сказали, что слово Труа, это звук шуфара. Те, кто из вас, бывают в Рушануте, вы слышите Труа, это когда звучит та-да-да-да-да-да-да-да-да, а что такое да-да-да-да-да-да-да? Вообще, это приход Машеха, это мольба Машехи. Поэтому действительно, мудрецы говорят, что это действительно мольба Машехи, но на самом деле в слове Труа корень слова Руа или Реа, и отсюда слово Реэха, ближний твой, друг твой, отсюда заповедь Веавта Ле Реэха, возлюби ближнего, близкий, дружный. Поэтому конкретно, например, мудрецы Раши переводят, здесь и говорят, вы знаете, почему Всевышний не видит недостатка в народе Израиля? Да потому что Он их Бог, Он как бы их Отец, Он их любит, Он с ними дружит, и Он не хочет видеть их недостатков. Если так, на поверхности произнести эти слова, если мы чуть-чуть заглянем вглубь и откроем книгу на Сивас Шолом, то в ней вскрывается такая вещь, приводятся слова мудрецов, в которых говорится, давайте я это по-своему, как бы, с вашего позволения расшифрую, и скажу, вы знаете, Всевышний не видит недостатков евреев, позволю себе в самый конец комментария на Сивас Шолом прыгнуть, но Всевышний действительно не видит недостатков в народе Зрали, вы знаете почему? Да потому что Всевышний с ними, это потому что они с ним. Одно дело, человек упал и сказал, я негодяй, и я такой, и я в другом мире, в другой плоскости, я все бросил, я бросил эти игрушки в эту праведность, я хищник в этом мире джунгли, это одно. Совсем другое дело, когда человек упал, но даже в падении своем он сожалеет и говорит, как же это так, я упал, я ведь должен вернуться к Богу моему, я же должен вернуться ко Всевышнему моему, что я буду делать, я же должен буду предстать перед Всевышним. Почему Всевышний с ними? Да потому что они с ним даже в грехе своем, даже падая на дно, подобно тому, как сказал царь Соломон, что семикратно упадет праведник, но он все равно остается праведником, в каком смысле, он все равно не забывает Всевышнего, даже когда он упал на это дно, то поскольку он не забывает Всевышнего, то Всевышний не забывает его, и поскольку человек продолжает быть в контакте, в дружбе с Богом, с Торой, со своим наследием, со своими ценностями духовными, даже упав на самое дно, он остается евреем, то все равно тогда и Всевышний не разрывает связи с ним. То есть, если еврей не разрывает свои связи с Богом даже в падении, а эту связь пытается удержать всеми силами, которыми он может, то тогда и Всевышний сохраняет эту свою связь с ним и позволяет и помогает ему встать. И в этом надежда на звуки шафара и прихода Машеха, когда в конце концов добро победит зло, и в этом же человеке тоже звуки шафара могут прозвучать, когда добро победит зло. А почему добро победит зло? Да потому, что добро осталось, добро не было разрушенным. Оно уступило, оно потерпело поражение в битве, но оно не проиграло войну, и оно продолжает сражаться, и оно в конце отыграется и победит. И это все равно надежда на то, что даже упав на дно, казалось бы, и разбившись от него, он все равно не разбился. Он все равно надеется на то, что он встанет и победит. Исраэль это победитель, да? Он отказывается сдаться в этой своей битве с Ецаргора. Он все равно хочет остаться, выйти победителем. И это взгляд на Сивас Шолом. Я хочу привести сейчас замечательную книгу раба Тверского Living Each Week, да, это идея знаменитого доктора, занимающегося вопросом алкоголизма и наркомании, и параллельно с этим он, так сказать, потомок чернобыльского раба, Тверский, и он приводит здесь комментарий и вспоминает о знаменитом праведнике Леви Ицека из Бердичева, который был известен тем, что он отказывался видеть недостатки в людях. Настолько, что о нем говорили, что вот это самое предложение он не видит недостатков в Якове и не видит несовершенства в Израиле. Сказано ни о ком-нибудь о Леви Ицеке из Бердичева. Вы помните, что когда шел какой-то еврей по Бердичеву и спрашивал у Леви Ицек сегодня Шаббас, а ты куришь? Может быть, ты не знаешь, что евреи в Шаббас не курят? Он говорит, нет, я знаю. Может быть, ты не знал, что сегодня Шаббас? Нет, я знаю. И тогда Леви Ицек, так сказать, возносил руки к небесам и говорил, посмотрите, какой честный еврей. Он всегда хотел найти в человеке что-то хорошее, и, найдя это хорошее, оправдать его. Любопытно, что вообще мудрецы говорят, что когда мы видим в человеке что-то хорошее и когда мы говорим ему, что мы нашли что-то хорошее, это не акт иллюзии, это не акт нашей фантазии. хавы данны кавсхуз, то есть, когда мы склоняем человека до чаши весов к добру, не имеется в виду, что мы только склонили его к чаше весов, к добру в нашем сознании, в нашем сердце, в нашем, так сказать, джаджмент, то, как мы его судим. Мы создали своим судом реальность, когда мы нашли человеку оправдание, когда мы увидели какое-то добро в человеке и мы поэтому сконцентрировали все-таки на доброй стороне этого человека. Мы не видим, как я вам говорил, подобно Солнцу, которое никогда не видит так сказать dark side of the moon, оно не светит на темную сторону луны, потому что оно не видит темной стороны луны, так же и мы может быть отказываемся видеть темную сторону нашего ученика или нашего близкого, или нашего ребенка, а вместо этого мы фокусируемся на хорошей стороне. Этим мы эту хорошую сторону возвышаем и этим помогаем хорошей стороне в этом человеке победить в конце концов ту темную сторону, сторону, конечно, есть. Более того, более того, позволю сказать вам, что очень может быть, говорят мудрецы, коля маавир али мидойсов маавирим ло альхольксов альхольхатосов каждый, кто маавир, он как бы дает возможность пройти каким-то неприятным, раздражающим эффектом другого человека, скажем так, то есть, у него такой характер, что он позволяет не гневаться на другого человека, он как бы прощает другим людям, то так же Всевышний прощает ему его грехи. Как это работает? Это работает очень просто. Всевышний относится к нам так, как мы относимся друг к другу. С одной стороны, Всевышний относится нам так, как мы относимся к нему, о чем мы говорили. Если мы не бросаем его, то он не бросает нас. Поэтому сказал царь Давид, Гошем Цилха, Всевышний тень твоя. Но с другой стороны, Всевышний также относится нам так, как мы относимся друг к другу. И если мы очень строго судим друг друга и замечаем недостатки друг друга, то тогда и Всевышний будет судить нас, замечая наши недостатки, но стоит только нам начать фокусироваться на хорошем друг друге, закрывая глаза на недостатки, то также и небеса начинают смотреть над нас нисходительно и как бы отказываются видеть наши недостатки и прощают их. Неслучайно я вспоминал, по-моему, несколько дней назад Раби Нохам Дико, моего дорогого ушедшего из этого мира друга, который так помогал со школой Сына Академия все эти десятилетия, он говорил мне, before wedding people should look in, after the wedding you should look away. То есть есть искусство жизни видеть реальность, сматриваться, анализировать, видеть нюансы, да, очень нужно уметь распознавать зло и тому есть свое время и место, именно, например, скажем, Ривка, в отличие от Ицхака, могла видеть определенные недостатки там в Лаване, правильно? То есть были люди и точно так же Сара кое-что могла распознавать лучше, чем Абраама, то есть Ривка увидела в Исаве недостатки, который не замечал Ицхак, потому что он пришел из другого мира. Так или иначе, бывают ситуации, в которых, да, мы должны видеть реальность таковой, какова она есть и знать зло и уметь с ним бороться, совершенно верно. Но искусство в жизни знает, когда делать это, а когда делать обратное. И бывают ситуации, когда нужно видеть и различать недостатки, а бывают ситуации, когда нужно уметь на недостатки закрывать глаза. И какова же огромная награда за это? Если вы умеете закрывать глаза на недостатки других людей, то Всевышний будет закрывать глаза на ваши недостатки. Вы спросите, это несправедливо? Как-то так, Всевышний же справедлив. И говорится, что каждый, кто скажет, что Всевышний все просто так берет и прощает, его, так сказать, кишки будут перемолоты. Что означает, что Всевышний прощает? Мы говорим, нет. Когда Всевышний закрывает глаза, когда мы закрываем глаза на недостатки других людей, это справедливо. Почему? Возможно, потому что для того, чтобы закрыть глаза на недостатки других людей, человек должен совершить огромную работу над самим собой. Он должен научиться таким же образом закрывать глаза на недостатки в себе. И я не имею в виду не знать своих недостатков для того, чтобы их победить. Это нужно, и этому есть время. Но если человек настолько знает свои недостатки, что он скажет, я знаю себя, я упал и разбился, я неудачник, я больше ничего не смогу по жизни. И это не называется знать недостатки. Это заблуждение, которое порождает поражение. А задача человека победить. И для этого он должен научиться отделить грех вне него, который не является частью его, это поступок, это падение, которое произошло, но это не он сам. Он сам – это божественная душа Всевышнего, это искра Божия. И он относится к себе с уважением и с трепетом, ощущая внутренние силы, огромный потенциал, который у него есть. И все то время, что он концентрируется на добре внутри себя, он может встать и пойти. Встать и подняться. Он может встать и подняться. И в этом, наверное, секрет того, о чем я говорил. Что важнее – не падать? Это невозможно. Это невозможно. Нет такого в мире. Поэтому иногда я говорил, что иногда в школах говорят людям, ты отличник, ты отличник, ты будешь всегда отличник. А в реальной жизни у человека иногда бывают неудачи. И в школе могут быть неудачи, и в жизни бывают неудачи. И человека нужно учить, как ты будешь вставать, если ты упадешь. Ты отличник, даже если ты получил двойку. В этом смысл. Быть отличником, когда ты получаешь отличные отметки, может любой. А вот остаться отличником, который оступился, или остаться праведником, который совершил грех, или остаться победителем, даже если ты потерпел поражение на рынке, но ты тем не менее боец, который знает, что Всевышний любит его, и люди любят его, и он с людьми, и он с Всевышним. И он ожидает, то, что сказано здесь в предложении Белама, звуки шофара, которые возвестят приход Машеха, его победу личную, он не сдается. Он даже в падении ожидает, что ему удастся подняться. И потому он поднимается с верой в себя. Потому что он видит в себе силу. И он знает свою силу. Потому что он видит в других людях силы. И концентрируется на хорошем в них. И потому награждается наградой видеть хорошее в себе. И потому в падении он не решил. Я темный, я плохой, я негодяй. Потому что он видит в людях светлую сторону. И продолжает потому видеть светлую сторону в себе. И в данном случае, да, может быть, это отрыв от реальности. Пусть будет так, но зато это творческое творение реальности, то есть это творческая сила, позволяющая человеку творить реальность, а не просто быть пассивным наблюдателем. И в этом смысле, друзья, заключая нашу сегодняшнюю с вами встречу, хочу пожелать, чтобы мы умели, с одной стороны, стремиться к тому, чтобы не падать, желательно, но с другой стороны, нам нужно знать и уметь, что трус не играет в хоккей, и с чего начинаются зачастую уроки хоккеиста, так же, как и уроки каратиста или уроки многие другие, сумение падать. Чтобы учиться вставать. Поэтому я надеюсь, что мы так же будем уметь не только отмечать, так сказать, уроки падения 17-го Томуза, но мы отсюда же извлечем уроки того, как, несмотря на то, что Иерусалим нам когда-то разрушили, а потом повторили, разрушили его еще раз, и нас изгнали, миллионы евреев преследовали на протяжении тысячелетий, еврейский народ встал из пепла и отстроил сегодня Иерусалим. Те, кто были в Иерусалиме, подумайте, что это за великое чудо. Я вам должен сказать, что, по-моему, это было вчера, я позвонил моему дорогому другу, художнику Александру Левина, я сейчас в другой комнате, потому что в той комнате, в которой я обычно делаю эту программу, у меня там висит его картина. И я ему позвонил с утра, говорю, давайте мы проведем с вами рассказ о вашей галерее, о ваших картинах, и мы прямо раз так в порыве с ним сделали. И вдруг он мне говорит, говорит, вы знаете, вот люди, я, говорит, я счастлив, что я живу в Израиле, я счастлив, что я могу сесть в машину и через час быть в Иерусалиме. Он же вырешен лицейон. Я понимаю, что есть люди, которые жалуются, говорят, что вот в Израиле есть недостатки, они уезжают в другие страны. А я просто счастлив жить в стране, в которой есть такие возможности. Это какой-то райский, как сказать, сад. И я вспоминаю о том, что здесь было, как нас преследовали, и мы как бы из небытия поднялись и построили эту страну. И мне говорят о каких-то чудесах, там пирамиды, чудо. Да какая там пирамида? Евреи, живущие в Израиле сегодня, это самое большое историческое чудо. И я посвящаю все картины моей этой теме возрождения евреев в Израиле. Поэтому мы с вами, друзья, народ, умеющий вставать и отстраивать Иерусалим. Поэтому, когда вы будете читать Беркат Амазон, благословение на Иерусалим. Увдей Иерушалаем иракойдыш бебхейраби амейну. И отстрой Иерусалим в наши дни. И мы говорим, борухаташем бойнабрахмой Иерушалаем. И Всевышний построим с милостью своей Иерусалим. Мы говорим это, напоминая себе, что мы, посланники Всевышнего, часть его армии, являемся свидетелями сегодня удивительного чуда. С одной стороны, мы печалимся, что нас в этот день рухнул Иерусалим, рухнула стена Иерусалима, была пробита брешь в стене Иерусалима. Но мы свидетели невероятного исторического чуда. И это милость Всевышнего, того, что Всевышний не оставил нас на протяжении всех этих тысячелетий. Как бы наши младшие братья-христиане не говорили, что это старые заветы, Бог их бросил. Бог их не бросил, Бог нас не бросил, Бог с нами, как Белам говорит. Потому что дружба Всевышнего с этим народом нерушима. Это прямо там в пасуке сказано. И потому мы ожидаем звука шуфара. И мы видим это сегодня своими глазами. Поэтому хочется пожелать, чтобы то, что мы видим, оно вдохновляло нас также. И в нашей жизни видеть чудеса, как мы восстанавливаем наши силы и двигаемся по жизни вперед. Рабури, передаю вам микрофон.